Кстати, а можно без записи? Нет, нельзя. Почему? Потому что мы хотим использовать потом для обжалования ваших действий то, что вы сейчас говорите. Вы же нам письменного ответа не даете, отказа принятия документов тоже не даете. Это все разговоры, что мы сейчас разговариваем. А нам надо обжаловать ваши действия. Это будет доказательная база. Мы открываем, открыто снимаем. Мы уже отсняли с канатом большое интервью. Теперь вот с вами хотим отснять. Потому что будем обжаловать. Мы считаем. Хорошо. Пункт 9, статья 6 законополитической партии. У нас говорит, что организационный комитет выключает свой день при наступлении одного из следующих случаев. Это в течение 6 месяцев со дня выдачи регистрающего аддонного подтверждения в государственной регистрации партии, отказа в государственной регистрации политической партии. Или по решению от самого инициативы. В данном случае получается, что вы, организационный комитет, выполнили свою функцию, представили документную регистрацию. Решение о регистрации или об отказе не принято. В последнее время вы на наш перерыв сроках подали и сковорили. То есть, в данном случае, уже по рассмотрению суда будет принято решение либо регистрировать, либо отказать. Что регистрирует партию? Нет. Суда будет законность вашего приказа о перерыве, а не регистрации. После принятия решения мы будем дальше уже двигаться либо регистрирует, либо отказать. Вы уже оспариваете наш приказ о перерыве срока для проверки, что происходит закон. Вот и все. Получается, если вы сейчас будете подавать документы на регистрацию отционального комитета, то вы должны будете создавать какую-то новую пласть. Получается так? Нет, не получается. Дело в том, что... Ну, по закону у нас у нас так идет. Нет. Ну, так идет. Дело в том, что вы в законе не учли такую вариацию, как прерывание срока. Закон учел вариацию отказа. Тогда оргкомитет создается не ранее, чем через 3 месяца после того, как получили отказ регистрации. Такой вариации, как прерывание срока, закон не учел. Следовательно, оставил это... Это... У меня должен быть счет в банке. Я должен прозрачно и, так сказать, понятно оплачивать работу этих людей, которые будут осуществлять проверку ваших требований. Насколько оно, скажем так, объективно, скажем так, ваш требований. Для этого нам нужен оргкомитет. Закон не запрещает нам по своему тексту, по своему смыслу, он нам не запрещает создание оргкомитета сразу же после того, как прекратилось срок действия прежнего. Потому что там есть единственный случай от срочки создания оргкомитета, это отказ регистрации партии. Там 3 месяца. Никаких других случаев нет. И за это мы заключаем, что раз нет прямого запрета, значит, эта норма является разрешительной. Посмотрите, в течение двух месяцев, со дня выдачи подтверждения оргкомитета должен провести учреждение съезда политической партии. Вводится церковь на основном комитете. И позднее месяце, со дня выдачи ему подтверждения, публиковать, печатать издание, представить на территории Республики Алсана, сведения о намерении создать политическую партию. А вместе дать проведение учреждения оргкомитета съезда. Для чего создается оргкомитет? Для того, чтобы готовить документы. Тогда документы мы им приготовили. Правильно? Вы их представили на регистрацию. Получается, что он согласен данным. Чего вдруг? А почему тогда ему полгода данного? Для чего ему 6 месяцев данного, если вы считаете, что его функция должна автоматически заканчиваться датой сдачи документов на регистрацию? 6 месяцев данного на то, чтобы провести съезд и предоставить документы на регистрацию. Почему? А мы провели съезд гораздо раньше. Вот смотрите. В течение двух месяцев. Понятно? На выдачу подтверждения инвестиционного комитета нужно провести очередный съезд. Так. Далее. Это 10-е. В течение четырех месяцев и не подняли четырех месяцев, должны предоставить на регистрацию. В течение. Это все не два и не четыре. Это на наше усмотрение. Мы провели... Срок 6 месяцев вам представлен. Два месяца провести учительный съезд и в течение четырех месяцев по той документе предоставить на регистрацию. Но тогда опять начинаете трактовать закон. Вы опять начинаете трактовать закон. Что вам не свойственно вообще? Это комитет. Мы регистрируем. Мы вырегистрируем, но мы не трактуем закон. Не должны. Почему не должен трактовать или не трактовать? Где же? Прямо написано. Здесь прямо написано, что... Вот смотрите. В течение двух месяцев. Не позднее четырех месяцев. Я вам даю свою простую практику. Мы провели съезд. Не через два месяца, а меньше, чем через месяц. Вот смотрите. В течение четырех месяцев вы подавите позитивами четыре. Через четыре месяца вы должны подать документы на регистрацию. Правильно? В течение двух месяцев, со дня выдачи подтверждения, проводить учительный съезд. То есть 6 месяцев дано организационному комитету на организацию подготовки документов, проведение съезда и подготовки документов для представления на регистрацию. В целом комитете создается для того, чтобы подать документы, провести съезд и подать документы на регистрацию. А с кем вы будете работать, когда вы прервали вот этот час? А я каким образом буду проверять ваши данные, которые вы по всему Казахстану представили, по нарушению? Вот я как личико, физическое лицо, я как буду проверить? В вашем приказе о прерывании срока. Там есть пять областей. Вы выступаете как руководитель? Чего руководитель? Ну, не за регистрируемый партий. Ничего подобного. Который находится на регистрации. Ничего подобного. Кто вверх в законе написан? Я за это получил в свое время стоим РП, за то, что представлялся руководителем незарегистрированный партий. Буквально в прошлом году. Так что вы меня на это слово не наталкивали. Я в суде получил стоим РП именно за то, что представлялся вот таким образом. Поэтому мне нужен органитет, как орган, прописанный в законе, чьи функции, которые достаточно точно не принадлежат. Цель создания правительственного комитета. Вот целый комитет ждут для подготовки проведения учительных следств на территории партии. Министерство, число членов инициативного группы. Правильно? Это знаю, что вы. Вы уже, получается, провели следствие. Собрали документы, представили их на регистрацию. Сейчас мы смотрим все эти документы. Вы дали приказ о перерыве срока и дали указание, что нам нужно сделать. Кто будет это делать? Кто будет это делать? Вы будете делать. Я лично? Да. Почему? Как кто? Как заявитель. Я не заявитель. Я уполномоченный лицовых комитетов. Я не заявитель в данном случае. Понимаете, мы сейчас пытаемся коллизию закона, который есть на самом деле. Мы пытаемся просто по-разному толковать. Мы толкуем его вот так, вы толкуете вот так. Это опять говорит о том, что вообще закон сырой и весь дряный. Потому что я как физическое лицо, я не могу представлять 5 областей оригинала заявлений. Я не могу ездить по 5 областям проверять, есть ли там действительно люди, которые отказались. Кто меня на это уполномочил? В период, когда оргкомитет прекратил свою деятельность. Где в законе написано, что заявитель дальше работает с регистрирующим органом? Это дырка в законе. Это дырка, понимаете? И мы ее хотим заполнить вот тем, как мы хотим. Мы хотим продлить срок действия оргкомитета, чтобы, как и прежде, к вашим требованиям прилагалась определенная структура, у которой есть счет в банке. Я, например, могу нанять людей, заплатить через свой счет. Вполне, так сказать, прозрачно, со своих денег. Люди поедут и будут проверять то, что вы представите. Понимаете? Это опять та же самая игра.